МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. В Чубаксарском районе подвели итоги социально-экономического развития за 2015 год. Бюджет муниципалитета оценивается более чем в миллиард рублей. В совещании участвовал глава Чуваши. Михаил Игнатьев встретился с главой района, председателем собрания депутатов района Андреем Николаевым и главой администрации Георгием Егоровым. Он отметил позитивную динамику в развитии, обсудил главные направления, где есть еще резервы роста. Близость к столичной инфраструктуре сделала привлекательным открытие бизнеса на территории района. На реализацию инвестиционных проектов в 2015 году было вложено почти 4,5 миллиарда рублей. Создано дополнительно 440 рабочих мест. Основная доля инвестиций в агропромышленном комплексе. Три крестьянско-фермерские хозяйства получили безвозмездную государственную поддержку на общую сумму 3 миллиона 300 тысяч рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства за прошлый год составил 123,4%. Валовый сбор зерна по району составил 34 тысячи 200 тонн или на 12% больше уровня 2014 года. С учетом достигнутого в этом году планируется ввести в оборот еще 1300 пока неиспользуемых гектаров земли. Это даст возможность увеличить производство сельхозпродукции. Анализ показал, что рост в прошлом году произошел почти по всем важным показателям. В минувшем году введено в эксплуатацию почти 41 тысяча квадратных метров жилья. Построены две автомобильные дороги. В двух поселениях строительство продолжается. Несмотря на рост производства и поступление в бюджет, в районе по-прежнему есть предприятия, которые заключают неофициальные трудовые договоры с работниками. Михаил Игнатьев подчеркнул, что за их обеспечение бесплатной медицинской помощью мы платим из республиканского бюджета. Мы обязаны наводить порядок и защищать интересы государства и законопослушных граждан. С учетом ужесточения законодательной базы, перспектива для работодателей, которые пытаются использовать серые схемы, будет плачевная. Такие встречи с жителями позволяют определить ключевые темы, по которым должны работать муниципалитеты. На совещании главе республики было задано немало вопросов общего и частного характера. Некоторые проблемы в состоянии решить сам муниципалитет. Особо важные будут на контроле правительства, отметил Михаил Игнатьев. Только взаимодействуя можно получить желаемый результат. Нам нужна обратная связь, поэтому мы всегда желаем, стремимся больше встречаться с людьми, общаться с людьми, искренне, смотря друг в глаза, поговорить. Бюджет района с каждым годом пополняется за счет собственных средств, а доля собственных доходов на душу населения в 2015 году увеличилась. Чебоксарский район сумел подняться по этому показателю на второе место. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Сегодня совещание по итогам социально-экономического развития за прошедший год провели и в Маргаушском районе. Кроме заседания, глава Чувашии посетил многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, провел рабочую встречу с руководителями муниципалитета, а также встретился с молодежным парламентом. Подробнее об этом мы расскажем завтра. К другим новостям. Индекс сельскохозяйственного производства в Яльчикском районе в 2015 году составил 110%. При этом бюджет муниципалитета исполнен лишь на 98%. Статистику испортило плохое поступление налогов. Такие цифры были озвучены на подведение итогов социально-экономического развития района за прошлый год. В совещании принял участие председатель Государственного совета Юрий Попов. Рост сельхозпроизводства достигнут за счет увеличения обмолота зерна, сбора картофеля и овощей. Выросло производство мяса и молока. В Яльчикском районе реализовано 6 инвестпроектов на сумму 25,5 миллионов рублей. В конце 15-го и в начале 16-го годов заложили основы для будущего урожая. Посеянная зимой провели обработку почвы, подготовленные семена. В социальной сфере в районе тоже делается немало. Введено почти 6 тысяч квадратных метров жилья. 36 семей улучшили свои жилищные условия. Построены два новых фельдшерско-кушерских пункта. Ведется ремонт и строительство автомобильных дорог. Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской республики Светлана Петрова остановилась на развитии системы образования. Отметила качественные и количественные показатели района в сфере образования. Растет уровень заработной платы у педагогов. А школы показывают неплохие результаты. По итогам прошлого года Лащ-Таебинская средняя школа вошла в число 100 лучших школ России по химико-биологическому и эколого-географическому направлениям. Основная задача на 2016 год, хотим мы этого или нет, уменьшение количества малокомплектных школ. Это не только из-за экономических соображений. Дети должны учиться в больших классах, с детьми должны работать высококвалифицированные педагоги, у детей должны быть теплые туалеты, хорошие спортивные залы, а еще лучше бассейн. Если ребенок в такой школе не учится, он не может быть успешным в современном, динамичном, очень сложном мире. Он не может хорошо учиться. Подводя итоги совещания, председатель Государственного совета Чуваша Юрий Попов отметил, что в Яльчикском районе многое сделано и делается для повышения качества жизни жителей района, развития муниципалитета. На совещание также вручили государственные награды лучшим, а также свидетельство о назначении специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую стремленность. Сегодня в Чебоксарах начала свою работу традиционная межрегиональная выставка «Картофель-2016». Этот форум стал главной площадкой в стране для диалога и налаживания контактов в сфере картофелеводства. О последних тенденциях этой отрасли специалисты говорили на круглых столах. На стендах гостям презентовали новинки селекции и современные разработки. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Фермеры, представители научных институтов, поставщики семенового материала и техники. В этом году на выставку картофеля приехали представители более чем 20 регионов. Многие гости говорят, что Чебоксарский отраслевой форум не имеет аналога в стране. Это межрегиональная выставка, вы знаете, проводится уже на территории Чувашской республики восьмой раз. Раньше данная выставка проводилась в столице нашей Российской Федерации в городе Москве. И практически мы после того, как там перестали проводить, перетянули инициативу в сторону Поволжья. И на территории Чувашской республики ежегодно данная уже традиционная межрегиональная выставка проводится. Самое главное, я хочу подчеркнуть, выставка востребована земледельцами, производителями картофеля, потребителями картофеля. Устойчивый к морозам мини-клубни картофель, из которого возможно произвести только чипсы. Селекционеры страны разработали огромное количество сортов второго хлеба. За новинками ученых в хозяйствах республики следят постоянно, делают ставку на качественный и высокий урожай. Он сорт для такого, больше салатного типа. А разваристые сорта, это вот как Наташа, как Ороза, Лабелла, Фелакс, утрайний картофель. То есть 50-60 дней, то есть на рынок можно выйти вот с таким гладким, хорошим картофелем. А объемы какие вообще по производству? У нас почти 1000 гектаров картофеля. Мы создаем отечественный фонд семенного картофеля. Используем новые современные ДНК технологии, геномную селекцию. Это позволяет создать сорта с высокой адаптивностью, высокоурожайные, устойчивые к различным патогенам. Только в прошлом году чувашские аграрии собрали более 700 тысяч тонн картофеля. Подсчитано, что чувашия может обеспечить вторым хлебом почти 6 миллионов человек. По рейтингу производителей Чувашская республика держится в хорошей стабильной середине. И есть потенциал. Мы видели и знакомы с деятельностью хозяйства слава картофеля. Они держат хорошую марку, хороший тренд. Но самое главное, нужно формировать национальный тренд, национальный продукт. Вторым хлебом чувашия обеспечивает не только местные рынки. Произведенные в республике картофель реализуют в других регионах и Москве. Для аграриев сейчас открываются и новые перспективы. Мы сегодня настраиваем своих сельхозтоваропроизводителей разных форм собственности на экспорт. Понятно, каждое личное подсобное хозяйство, каждое крестьянское фермерское хозяйство не может. Крупные сельхозяйственные организации, которые по объемам производят несколько тысяч тонн, несколько десятков тысяч тонн, они сегодня должны выходить за пределами Российской Федерации. Тогда можно сказать, миллион тонн произведя, полтора миллиона тонн произведя картофель, мы будем продавая, зарабатывать прибыль. Сейчас на первый план выходят вопросы хранения овощей. В этом году в республике планируют построить еще 11 картофелехранилищ. Это позволит продавать урожай до весны по более высоким ценам, чем в осенний сезон. Для того, чтобы чувашские фермеры могли продавать свою продукцию без посредников в районах республики, открывают ярмарки выходного дня. Каждый год семяной картофель реализуют и в рамках этой выставки. В торговом зале настоящий ажиотаж. Покупатели привлекают низкие цены и бесплатная доставка овощей. Картофель хороший, во-первых. Продавцы тоже хорошие, отлично обслуживают. Очень все удобно, устраивает все. Каждый раз приезжаем. Продавать семяной картофель на выставке планируют на протяжении двух дней. Предприниматели намерены заключить выгодные контракты. Прошлые годы в рамках картофельного форума было подписано договоров на сумму более полутора миллиардов рублей. Медриковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Более подробно об участниках выставки «Картофель-2016» мы расскажем в конце выпуска. Тем временем в чебоксарских школах и детских садах прошел день картофеля. И школьники, и дошколята знакомились с его свойствами, участвовали в соревнованиях юных огородников, а также учились правильно готовить второй хлеб. В год человека труда в управлении образования решили знакомить школьников и дошколят с рабочими профессиями. Ежемесячно проходят мастер-классы и живые уроки, а сегодня в честь выставки «Картофель-2016» детей знакомили с профессией агронома. Все российские ребята знакомы с картошкой с ранних лет. А вот о том, что в страну растения завезли только в 18 веке, и долгое время к овощу относились скептически, мало кто знал. Об истории картофеля и его свойствах в составе ученикам рассказывал преподаватель Чувашской сельхозакадемии Георгий Мефодиев. А вот о селекции и разных сортах картофеля говорили на уроке биологии. Этот урок биологии поможет мне как в тестовой части ЕГЭ, так и в С-части ЕГЭ, потому что вопросы по ботанике, в частности, по картофелю очень часто встречаются. Все уроки в школе были посвящены овощу, на русском языке писали картофельный диктант, на химии изучали свойства крахмала, а на физкультуре устроили соревнования огородников. Ребята также учились правильно готовить овощи, девочки лепили картофельные котлеты, а мальчишки познавали язык кулинарии и картошку только чистили. Вот я когда задумывался, хотел стать поваром, вот, например, это основа. Я хочу быть похожим на супа отца, потому что каждый 8 марта мой папа жарит картошку, и у него получается это очень хорошо. День картофеля отмечали и в детском саду. Председатель ассоциации кулинаров Чуваши Николай Уездный провел мастер-класс для юных поварят. Завитушки, цветочки, звездочки. Вооружившись кулинарным мешочком, яркими овощами и свежей зеленью, ребята сервировали картошку, не ограничивая фантазию. У меня это садок. Это у тебя урка, да? Да. Старшегруппники же устраивали опыты, а воспитанники помладше учились рисовать с помощью плода. К участию в празднике привлекли и родители. Вместе с детьми они участвовали в соревнованиях по посадке и сбору картошки. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. Черные береты и красные погоны, белые перчатки и туго затянутые пояса. Воспитанников кадетских школ видно за версту. Но военная выправка – это еще не все. Что необходимо, чтобы в республике росли настоящие патриоты, обсуждали на круглом столе с участием руководителей общественных объединений и военно-патриотических организаций. Служение Родине, любовь к своему краю, защита Отечества – незыблемые постулаты кадетского движения. Большинство ребят готовятся служить в армии. Именно там испытываются на прочность многие человеческие качества. Закаляется характер. Я служил в армии, в срочной службе. Был такой предслучай. Солдаты в срочной службе на бензовозе спускались, перепад высот был около километра, где-то на середине дороги отказали тормоза, и машина покатилась. В самом конце пути дорогу переходили дети из детского сада. Солдаты, они инстинкта, они взяли свой бензовоз, направили в это дерево, ударились, они погибли. Детишки, ну ясный спух там, детишки все спаслись. Последние 20 лет в Чувашии наблюдается устойчивый интерес к кадетскому движению. Еще в детстве Максим увидел парад победы и мечтал научиться так маршировать. Сегодня воспитанник 14-й кадетской школы города Чебоксары получил свою первую медаль за участие в параде победы. Кадет должен обладать мужеством, героизмом и честью. После школы я пойду в армию, и после армии я буду защищать свою родину. Понятия совести, чести и долга нужны не только в армии. Кадет – это человек, который готовит себя к государственной службе на гражданском и военном поприще. Он может быть врачом и строителем, инженером, военным, учителем, но он всегда кадет. Кадет с детства и до глубокой старости. На круглом столе говорили и о работе военно-патриотических организаций. Сейчас они набирают силу. Все больше и больше мальчишек берут пример с ветеранов. Тех, кто в разные времена стоял на защите Отечества. Анастасия Алексеева, Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Прокуратура Чувашия открыла горячую линию по вопросам незаконной деятельности со стороны кредитных организаций-коллекторов. По телефону могут обратиться граждане, которые столкнулись с неправомерными действиями микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и ломбардов. По данным прокуратуры участились случаи нарушения законодательства о рекламе, о защите персональных данных, выдочезаемых юрлицами, исключенных из реестра микрофинансовых компаний. А также зарегистрированы факты мошенничества отдельных кредитных организаций. Если вы стали свидетелями или пострадали от подобных случаев, звоните по телефону 39 20 83 по будням с 9 до 18 00. Сообщи, где торгуют смертью. Акция под таким названием стартует 14 марта по всей России. В Чувашской республике она пройдет вот уже в девятый раз. Основная цель акции не только борьба с наркопритонами и незаконным оборотом наркосодержащих веществ, но и привлечение внимания общественности к этой проблеме. Наркополицейские обращаются ко всем жителям республики с просьбой сообщать обо всех фактах распространения наркотиков. Информация, поступившая анонимно на телефон доверия управления наркоконтроля, будет тщательно проверяться наркополицейскими. Позвонив, можно не только сообщить о местах распространения и потребления наркотиков, но и получить консультации специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых, высказать свои пожелания и предложения по организации антинаркотической работы. Акция сообщи, где торгуют смертью, продлится с 14 по 25 марта. Звонки от жителей принимаются круглосуточно по телефону доверия 8 8352 230100 или по электронной почте инфособака21.fskn.gov.ru. В начале выпуска мы уже рассказывали об открытии выставки «Картофель-2016». На ней можно узнать о том, как эффективно выращивать картофель и другие овощи. Это и другая полезная информация далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. Натуральные. Не причиняют вреда экологии, обеспечивают растения естественными питательными веществами, увеличивают урожайность и одновременно повышают плодородие почвы. Таковы свойства бактериальных удобрений азотовит и фосфатовит компании «Промышленная инновация». Предприятие занимается их производством на базе почвенных микроорганизмов с 1999 года. Обычно бактериальное удобрение, срок хранения 3-5 недель, не больше. У нас уже 9 месяцев. Это было достигнуто в результате многолетних исследований советских еще ученых, ученых-микробиологов, которые с 50-х годов разрабатывали и изучали эти бактерии. И научились выращивать в таких условиях, после которых они становятся очень устойчивыми к средствам защиты растений. К кислотности почвы, к инсоляции, солнечной инсоляции, заморозки, засуха на них очень-очень слабо влияют. Еще одним весомым преимуществом азота и фосфатовита перед традиционными компостами и биогумусами является их экономичность. Достаточно от половины до двух литров препарата на один гектар почвы, чтобы получать отличные результаты. При этом питание поступает в растения в течение всего вегетационного периода. Цена на один гектар посевов от 200 до 800 рублей. Используют по всем культурам. Ягодные, цветочные, плодовые деревья. Очень высокий эффект мы получаем на технических культурах. Подсолнечник, картофель, рапс, кукуруза, сахарные свеклы. По сахарной свекле есть примеры. До 100 центнеров на гектар прибавка дает хозяйство. По зерновым у нас не только на югах. И здесь, на северо-востоке, у нас по 10-12 центнеров на гектар прибавка идет. Продукция предприятия, промышленные инновации не содержат импортных компонентов. Это полностью отечественный продукт. На производство и, соответственно, цены антироссийские санкции никаким образом не повлияли. Более того, это один из продуктов, на которые заграничные партнеры предприятия просили не налагать российские антисанкции. Подробная информация о продукции и контакты предприятия на сайте www.azotavit.ru или www.industrialinnovation.ru Ранний картофель, горох, пшеница, гречиха, многолетние травы. Огромный выбор своей продукции представил на отраслевой выставке агрофирмы «Сонары». Компания выращивает более 20 различных сортов сельскохозяйственных культур, занимается семеноводством. При этом агрофирма постоянно обновляет ассортимент. В этом году мы на продажу, на выставку привезли очень ранний сорт «Рецони». У него 55-60 дней вегетационный период. Также привезли «Галу», это средний, средний ранний сорт. У нас еще есть «Белороза», очень урожайный. Ну, кроме этого, еще есть наши сорта «Удача» и «Невский». Ну, скажем, народ, все же население склонен на импортные сорта. Товарный вид очень влияет вкусовые качества и хранение. Поэтому мы тоже стараемся угодить населению и хозяйствам. Везем затребованные сорта. Мы импортные сорта покупаем через «Росевроплан», через «Норику» слою, через «Агрикоевражию». Но наши сорта мы берем и в «Цивильском институте нашем», ну и через «Северно-Западное Агро» с Ленинградской области ведем. Производство и реализация высококачественного семенного картофеля и зерна – основное направление деятельности фирмы. Интенсивность возделывания возрастает с каждым годом. За 15 лет существования фирмы урожайность картофеля выросла почти в 6 раз. Все это стало возможным благодаря внедрению прогрессивных технологий и использованию современного оборудования. 18 тракторов, 15 автомобилей и 9 комбайнов – так сейчас выглядит автопарк фирмы. Москва, Марийская республика, Ленинградская область. География покупателей довольно обширна, но сонары не собираются останавливаться на достигнутом. Улучшить материально-техническую базу и усовершенствовать технологии хранения продукции – таковы планы агрофирмы на ближайшее время. Хотите совершить увлекательное путешествие в эпоху мезозойской эры? Тогда вам сюда, на уникальную выставку «Мир динозавров». 30 монстров шевелят лапами и хвостами, открывают пасть, моргают и даже дышат. Кстати, каждый герой этой выставки оснащен специальным датчиком движения. Пока около зверя никого нет, он не подвижен. Но как только вы приблизитесь к нему, он сразу начнет шевелиться и рычать. Ну а выглядят динозавры как живые. Кажется, сейчас этот монстр махнет мощным хвостом и перепрыгнет через ограждающий барьер. Выставка, как скажем, по последним технологиям, то есть более уже, скажем, годом совершенствуется. Мы что-то дополняем, добавляем. Были в 2013 году здесь, но сейчас добавили несколько экспонатов, скажем так, улучшили, что-то добавили, свет, декорации. Ну и вновь посетили чебоксары. На каждой выставке есть какой-то определенный, который все знают. Это трицератоп, стиранозавр, допустим, диплодок. Но есть некоторые, на некоторых выставках присутствуют, допустим, какой-то койок у кого-то свой есть, что ли. У нас, допустим, тоже есть там недавно открытые, как газозавр, герерозавр, ахиллобатор. Вот такие экспонаты у нас присутствуют. Мир динозавров – не единственный выставочный зал. Параллельно в павильоне работает экспозиция восковых фигур, герои сказок, современных мультфильмов, знаменитостей. А всего более 50 экспонатов. Плюс старая, добрая комната смеха. Еще один зал – выставка патологии человеческого тела кунсткамера. Ошибки природы и последствия употребления алкоголя, наркотиков и табака – вот главные экспонаты этого зала. И каждый из них по-своему завораживает. Я пришел впервые сюда. Я поражен это в хорошем смысле, потому что в самом деле все так здорово. Такие динозавры, восковые фигуры, богатые декорации, очень много площадей, очень много экспонатов. Все так качественно сделано. А если вы еще не успели познакомиться с животными, обитавшими на Земле в различные исторические эпохи, то у вас есть такая возможность. Выставка работает до 3 апреля ежедневно с 10 до 19 часов в МТВ-центре на пятом этаже. Продолжение следует...